На сегодняшний день предприятие выплачивает заработную плату за декабрь. Выплачено при фонде заработной платы с налогами 24 миллиона гривен. На сегодняшний день остаток составляет 10 миллионов гривен. То есть, грубо говоря, выплачено с налогами больше половины. Большую часть занимает налоги. Заработная плата выплачивается каждый день. То есть вся сумма средств, которые приходят у потребителей, направляется на выплату заработной платы. Платим справедливо пропорционально всем. То есть, кроме руководителя замов, которому последний учитель. Поймите, мы находимся в отопительном сезоне. То есть, все зависит от уровня расчетов потребителей. По нашим прогнозам, мы в течение отопительного сезона должны выровняться, выйти в график, то есть нормально рассчитываться по заработной плате. Но все будет зависеть от жителей нашего города, которые своевременно оплачивают тепло. На сегодняшний день, 15 числа, было заседание по делу о банкротстве. В соответствии с частью 5 ст. 12 закона Украины о приватизации государственного коммунального имущества. На основании ходатайства фонда государственного имущества, хозяйственный суд принял решение прекратить дело о банкротстве. То есть, соответственно, в настоящий момент предприятие возвращается к нормальной процедуре хозяйственной деятельности. Для того, чтобы выполнять дальнейшие процедуры по передаче в коммунальную собственность, на сегодняшний день необходимо восстановить обращение акции. Насколько, то есть, на момент банкротства, на момент ликвидационной процедуры обращение акции было приостановлено в Национальной комиссии регулирования фондового рынка. На сегодняшний день, насколько я знаю, Одесская ТЭЦ обратилась, и такое письмо Одесская ТЭЦ уже получено комиссией. Как только акции будут восстановлены в обращении, Одесская ТЭЦ, то есть, можно делать дальнейшие процедуры по передаче. Что касается вопроса задолженности, то на сегодняшний день Одесская ТЭЦ обратилась в Минрегион для включения их в реестр предприятий по закону 17.30, и тоже включение в реестр зависело от прекращения дела о банкротстве. На прошлой неделе Одесская ТЭЦ получила полный текст определения суда о прекращении, направлении его сторонам, то есть, в принципе, работа ведется. Ну, смотрите, на сегодняшний день ТГО должно в общей сложности свыше 1 миллиарда гривен. Основные должники это, основные наши кредиторы, кому мы должны, это НАК, нефтегаз Украины, непосредственно Одесская ТЭЦ, Одесса Облэнерго и Одесса Газ и Укртрансгаз. Но основными являются НАК, нефтегаз и Одесская ТЭЦ. Это основная часть задолженности. А задолженность перед КП теплоснабжения на сегодняшний день составляет свыше 500 миллионов гривен, и основной долг это население нашего города. Есть постановление Кабинета Министров, его номер 1037. Это постановление Кабинета Министров определяет порядок выставления тарифа. На сегодняшний день в городе действует старый тариф. То есть, ну, если мы говорим сейчас о тех потребителях, которые живут в домах, оборудованных счетчиком, то там все просто, выставление идет по прибору учета. Если мы говорим о потребителях наших, которые проживают в домах, не оборудованных приборами учета, то там формула расчета примерно следующая. Есть утвержденный тариф. Этот тариф утвержден еще в 2016 году. Он действует, он не повышался. То есть, на сегодняшний день он остается в силе. Это 30 гривен 76 копеек за один квадратный метр. По результатам месяца, каждого отопительного сезона, фактическая температура, которая была в этом месте, сравнивается с той, которая утверждена НКРЕ при расчете тарифа. И пересчитывается в прямой пропорции. То есть, если у нас температура меньше, соответственно, тариф выходит меньше. Если температура наружного воздуха выше, чем та, которая пересмотрена, то коэффициент пересматривается. Эта методика установлена Кабинетом Министров. Поэтому вот таким образом мы действуем.